увидели, или там частично услышали, или это уже хорошо, коллеги, буду двигаться дальше, потому что у нас есть еще мелкие всякие технические детали, которые тоже нужно сегодня обсудить. Коллеги, вы видите презентацию. Что у нас здесь есть? Есть моя говорящая голова, есть чат очень важный, ура, Мария написала два плюсика, это значит, что вы увидели слайд, на котором я написал слышно-видно вопросики Александра два плюсика, ура, 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 так, ой, так, Артем еще пока не слышит, так, Лев написал, Ильев, здравствуйте, ура, вот, вот, и еще подключается, еще кто-то подключается, нас уже шесть человек было, двое, трое, там уже пятеро, шестеро, вот, вот это наше сегодня отнестилось. Я даже кого-то слышу. У кого микрофон, коллеги, можете поговорить по громче. И мы так и будем тестировать с вами, потому что у нас вообще любовь, добрый вечер, ура, добрый вечер, у нас месяц, это вступительный месяц перед моим основным, коллеги, перед основным вебинаром, который я провожу уже 26 раз, я провожу каждую весну, каждую осень, два раза в год, и, соответственно, уже, значит, 13 лет я провожу этот вебинар, где я рассказываю, что писать в раздел про словно процессом в отчет по инженерным гидрометозысканиям. То есть, как обосновывать ППР. Ну и не только. Там есть разные всякие другие детали, но если это свести вот к самому минимуму, то это просто как обосновать ППР. Как это сделать технически, как это оформить, как это представить считателю, который там будет эксперт, поректировщик, заказчик. Как вот это сделать. Вот все, что мы делаем на этом большом вебинаре. Сейчас этот месяц, но, правда, до этого мы еще не дошли, коллеги, сейчас мы до этого дойдем. Смотрите, вот сначала я хочу рассказать самые простые технические детали вебинара, потом капельку обо мне, потом немножко о вас, потом, что будет, чего не будет, я уже это начал сейчас говорить. И вопросы-ответы. И в целом вот этот наш вебинар, который вот этот месяц, начиная с завтрашнего дня, он у нас условно будет, если технические детали вебинара, то будет по 40 минут. Почему? А потому что это вот бесплатный тариф на Zoom, он вот такой вот, 40 минут. Соответственно, в эти 40 минуты будем укладываться, и чтобы не слишком много, не слишком мало, так и будет. Так, и как у нас будет? Я буду очень стараться, чтобы у нас было так, чтобы что-то я отдавал, а потом мы с вами вопросы-ответы, чтобы вы писали, писали в чате здесь, чтобы вы писали письма мне заранее, чтобы я готовился, и мы обсуждали какие-то важные темы. Но вообще-то он новичковый, он такой, чтобы самое простое. То есть фактически для тех, кто пойдет на основной, на большой вебинар, 26-й, который будет вот ноябрь, декабрь, январь, три месяца. Вот это вступление, у нас с вами сейчас месяц, этот месяц, это вот вступление. То есть, ну, здесь я расскажу, что будет. Мало того, обзор будет в следующий раз, то есть в следующий раз я буду уже чисто. Мы уже будем считать, что все готовы, все, кто хотел прийти, пришли, уже нет технических проблем. Соответственно, я обзор того, что у нас будет, я расскажу такой сущностный, что я там буду давать, что вы получите. Это будет в следующий раз. А сейчас у нас такое вступление, технические, то есть, кто-то еще что-то настраивает. Поэтому, технические детали вебинара. Значит, ежедневно. Я буду стараться ежедневно, потому что 40 минут, все-таки, так не очень много. но возможны перерывы. Возможны перерывы. Почему? Ну, просто, когда я не могу, тогда я пишу заранее, что я не могу. Поэтому в этот день не будет. Но в целом будет. И будни, и выходные. Так, буду заранее предупреждать, о чем? Когда будут перерывы. Значит, с завтрашнего дня и до 28 октября. Почему так? Потому что 29 октября, вы знаете, начнется гидрологический съезд. Соответственно, может быть, я на него пойду. Вот поэтому закончим 28. Начало будет всегда 19 часов. Пишу УТС плюс 3, ну, понимая, что это московское время. Просто так, немножко надежнее писать, потому что там получалось так, что были с разных стран. И в разных странах было как раз наложение. У нас был там переход времени. И где-то перешло время, когда не странно, других не перешло. Поэтому чисто будем не по московскому, хотя это оно на самом деле и будет московское. Но вот это спереди. Значит, где ссылка та, которую вы сегодня пришли? По этой, точнее как, вы пришли по двум ссылкам. Сначала вы получили письмо. Что это за письмо? А это рассылка. То есть, все, кто вписались, сейчас мы видим здесь 7-6 человек, записались 23 человека. Ну, может быть, на основную часть будут ходить больше, чем сейчас. Вот. Все, кто записались, все получаете от меня письмо. Вы это письмо получили. И даже не одно, да? И там, в письме, была ссылка какая? Была ссылка на вебинарную площадку. Помните, там был сегодня 0-0, нулевая встреча, а завтра будет первая встреча. Вы это все видели. И вот такие же письма, которые на самом деле, я пишу одно письмо, получают все 23 участника, которые записались. Вы их будете получать. Ну, условно говоря, ежедневно, потому что у нас ежедневно будут встречи. Соответственно, я ежедневно буду писать, что следующая встреча сегодня, или будут писать, нет, сегодня не будет, пропустим. Завтра будет следующая встреча. И там, потом, заходя сюда, вы будете также видеть вот эту ссылку на Zoom. То есть, общая ссылка на вебинарную площадку будет все время одна и та же. Она будет постоянной. вы можете в любое время туда зайти, в общем-то, посмотреть, как я там добавляю новые уроки, в кавычках, да. Пожалуйста, вы можете в любое время, она все время будет постоянной, все время будет для вас доступной. А вебинарная ссылка, вот именно то, что вот сейчас мы здесь сидим, вот шесть человек, она будет каждый раз разной. Потому что я буду создавать эту комнату, эту ссылку буду так же писать вот в каждом уроке. Каждый раз будет новая ссылка в новом уроке. Все. Значит, ссылка постоянная, которая основная, и ссылка непостоянная, которую буду давать каждый раз. Сегодня, сегодня настраиваем. Понятно. Связь. Про ссылку я вам уже рассказал, ссылку уже сказал, контакты. А, можете писать еще письмо мне. То есть, вы, получив письмо, вы можете еще просто так мне написать. То есть, в ответ на то письмо, которое вы получили, просто пишите ответ. Вот, и все, я его получаю. Там вы пишите свои вопросы, вопросы там, будет вебинар, не будет вебинар, во сколько, перенесли, почему я не могу зайти, какие-то технические проблемы, или вопросы там, что такое русловодопроцессы, что такое помощь, какие законы есть в русловедении, как мне, значит, разобраться с этим участком, все такое. То есть пишите мне письма, задавайте вопросы в письмах, а также задавайте вопросы сейчас здесь, на вебинаре, сегодня и не сегодня. И вообще структура, вот часть 2 каждой встречи, это я что-то вот такое говорю от себя, а потом, пожалуй, обсуждаем то, что вы хотите. То есть задавайте вопросы голосом, включайте микрофоны, задавайте мне в письмах, задавайте, даже можно там писать и на вебинарной площадке. Вот, ну, не обязательно. Ну, в общем, где напишите, там я ее вижу. Так, поэтому технические детали вебинара. Что еще? Обо мне. Вот это я. Вот, я веду этот вебинар, я русловед, я специалист по русловым процессам, всю жизнь занимаюсь только русловыми процессами, ну, и в том числе, выясняется, и это тоже будет одной из таких лейтмотивов нашей с вами встречи, что мы будем на русловые процессы смотреть однобоко. Мы будем смотреть на русловые процессы с точки зрения инженерно-гидрометриозысканий. То есть, не как ученые, не как преподаватели, не как школьники, не как профессора, не как библиотекари, не как писатели, не как космонавты, не как рыбы, да, которые тоже там. А мы будем смотреть, как изыскатели. И там у нас выяснится, что у нас такой специфический подход, и выяснится, что, оказывается, там несложно. Оказывается, чтобы написать в раздел по русловым процессам в отчет по гидрометриозысканиям, оказывается, несложно. Вот, ну, это мы еще тоже обсудим с вами там, что вы хотите. Но я уже вам сказал, что то я буду давать. Вот, и я 10 лет работал в отделе русловых процессов государственного гидрометриозыскания, государственного института, поселок Ильичево. Я сейчас в этом Ильичево сижу, недалеко от этого ГГИ, недалеко от отдела, так называемая ГЭП, главная сферментальная база, государственного гидрологического института. Потом я работал вот 6 лет изыскателем зоофирмы Уником. Что интересно? Интересно то, что в отдельных условиях процессов, кроме всего, кроме того, что я познал условий процессы, в какой-то мере, да, там я занимался физическим моделированием. То есть, мы строили модели вот такие вот. Этот зал, который здесь вот, недалеко от меня находится, и куда я делаю экскурсии, вот для тех, кто на очные еще курсы приезжает. Потому что я вам уже сегодня говорил, что я делаю вот такие заочные курсы два раза в год, весной и осенью. А еще я делаю очные курсы. И очные курсы я делаю раз в два года. Осенью. Предыдущие шестые были в прошлой осенью 2023 года, а следующие седьмые будут следующей осенью 2025 года. А, к чему я все это? Что мы вот на этих курсах, не каждый раз, но приезжали на экскурсию, в том числе и сюда тоже. И не только сюда, а еще вы знаете, там, может быть, знаете, что вот в ГГИ, вот или чего, здесь не только весловая лаборатория, а также еще есть другие лаборатории. В том числе мы, например, ездили на, говорят, единственную оставшуюся такую научную базу, болотную станцию. Вот. И, значит, если возвращаемся ко мне, то я вот первые 10 лет занимался вот здесь руслым процессом, в том числе гидравлическим моделированием. А в ЗАО фирмы Unicom это одна из организаций, у которых есть хорошая математическая модель. Математическая модель динамики, гидродинамики потока, скорости, уклоны, наполнения, распределения скоростей по ширине, по глубине, по рукавам. И тут мне удалось, посчастливилось, можно даже сказать, поработать вот с математической моделью, которой тоже можно отдельно, там даже когда вот на больших, ну я даже рассказываю, и это не очень нам с вами нужно, как авторам. Авторам раздела прошлого процесса в отчет по гидравлическим сканерам знать физическое моделирование, знать математическое моделирование не очень нужно, и поэтому я в самом-самом конце это даю уже так. Мало того, у меня даже был отдельный вебинар, который назывался «Гидравлическое моделирование». Ну ладно. Так, ну и все, и вот теперь последние вот уже много лет я работаю на себя, я сделал фирму из одного человека, мы работаем вдвоем с женой, вдвоем работаем, я сам и генеральный директор, я сам и исполнитель, я сам в общем все, и занимаюсь тоже, у меня фирма такая специфика названия, «Проссовый процесс», соответственно, вот я и вам тоже рассказываю, и вебинары эти, вот я всю свою жизнь, можно сказать, не веду его разными способами, вот пропагандирую это знание, что же делать. Так, коллеги, теперь о вас, коллеги, давайте еще взаимодействуем, готовьтесь еще, что скоро мы уже закончим, и первую часть вступительную, в которой вот я расскажу о себе, о нашем встречах, а еще у вас появились вопросы любые по теме нашего вебинара, по теме русских процессов, вообще любые какие хотите.